22 сентября 24 года раннее утро гдовский район приехали погулять по лесу в городе говорят грибов нет все сухое посмотрим пока только такие экзотические грибы и какие то тут интересные посмотрим что это такое покинь и клубики маленькие висички на солнышке все выгорели ярко-желтого цвета нет в них они такие бледненькие есть уже хорошо тут еще одна вот говорят нет грибов только вышли из машины прошло пять минут подосюшечка моя прилетел сечка моя прилетела сечка моя прилетела сечка мой это прелесть прелесть чистейшая сыроежка изрядно погрызана нет не знаю ой отвалилась нога так вроде чистая нога червивая шляпку поели гдовка очень шумная ну может или дорог по кругу может быть ехо такое я не понимаю от дороги мы больше 100 метров но слышно очень сильно страшно ну не заблудишься не потеряешься за то что в этом лесу да поэтому я печорский наверно больше или в район собирать грибочки там тифа умиротворение такое а здесь очень шумно в лесу вон какие грибочки то растут ля-ля-ля подосюшки но это большие подосюшки посмотрим летом были все чистые о нет здесь наверное уже старый этот такой же старый подосюшка хотя тут не сильно небольшие сантиметров по 10 старенькие не хочу так убрать он чистый чистый не червивый совсем мы не голодаем не хочу за такой поживший что на потасинок есть но это ближе к болот по краю болото я иду какой лес какой мог полянки такие между болотом оазисы оазисы природы паучинка сыроежка одинокая здесь тоже какая-то закопалась сыроежка не сыроежка чистенькая возьмем ее какой островок муховой он с розовым прям как кораллы в красном море и такие лохматенькие колюченькие мышинки и маленькие мышинки розовые белые переход на зеленые мой красота как вот чудо ради таких приятных удивительных моментов я наверное лес и люблю ходить грибы есть есть нет нет что делать вон все высохло очень сухо в этом году у нас грибов достаточно было несмотря на то что было сухо хватит наверное вот в этом лесу там белые большие здесь подосиновики большие старые огромный подосиновик завернулась у него губочка уже наверх старенький какой может и чистый конечно но старый подберезовик или горькач желчный подберезовик но тоже черная губка уже ножка чистая губка высохла а вон какой-то огромный ежевик настоящий ежевик вот он гребенчатый ежевик но он вот такой смотрите моя рука он какой он огромный не знаю нет червивый червивый такой большой бы я и брать не стала если чистый даже был бы он уже жесткий не очень вкусный будет на сухи грибов много зато лето было шикарное у нас теплое жаркое солнечное жарь без дождей и помню чтоб так было когда-то тепло 3 полных месяца то и больше до в середине мая мы уже попались и все лето поэтому и грибов набрали за лето 8 просто красивая какой-то гриб нет кора все я о лисички вот хорошо повернула на кору обратила внимание лисички здесь выцвевшие потому что 10 открытый лес там в печорском районе мы собирали более закрытый поэтому эхо наверное такое там очень близко расположены сосны о сломал ногу сосны и еле близко расположены к друг другу и эхо нет не наблюдается а здесь большое расстояние здесь ходить удобно бурелома такого непроходимого практически нету но эхо громко до лес не тихий и лисички в открытом под открытым солнцем загорели выцвел цвет и стали они бледненькие даже сразу я и не заметила тут и свинушки и угол и подотенник или маховик не вижу но вижу красивую шляпочку тоже выгоревшего их два вроде подосиновички а может и маховички тоже не узнали ли мы подосюшечки подосенечки тоже высохли на солнышке выгорел цвет подосиновиковый они такие как коричневые что ли высохли вообще надо же нога чистая я думаю что и шляпка чистый вот они скрипят чистое все но суховатые невозможно что-то пускай предложу кому-нибудь зря ездили что ли за грибами показать хоть что грибы в лесу были ой ну запах уже вот эти грибов которые осенние совсем другой чем тот которых собирали летом летом они более сочные были потому что влаги видно хватило более крупненькие маленькие ноги такие мясистые но они так не пахли а эти концентрированный запах уже именно грибной осенний очень нежный приятный запах даже ножичек пахнет вам показать нечего не все любят просто пустой красивый лес все ждут грибов на моем канале а грибов как видите нарисовать не могу ну вернее могу не буду рисовать видео без монтажа все натурально види опять что за их как будто поезд локомотив какой-то несется лишь какое их здесь петь хорошо наверное какое тут эхо на солнечных местах я думаю ходить не стоит надо смотреть где высокой высокая трава мух высокий а на таких солнечных полянках на открытых грибочков ой какая красота но красота разве не красота какой он издалека его видно какой он и цвет и нога просто чудный боровичок и крепкую ногу вот это да нога крепкая нога крепчущая вообще не пролами пренепромять они летом были такие мягкие а это такой супер посмотрю сейчас возьму кому-то кому-нибудь подарю внутри чистый абсолютно нет даже никаких намеков смотрите он и нога чистая здесь чистейшая нога как вам показать нету даже никаких намеков это я пальцем придавила нету нету никаких туннелей вот прям чудеса большой чистый ой сразу ведро мое стало неподъемным ежевик большой красивый будем подходить смотри давайте посмотрим тоже да ежевички массово пошли но они мясистые смотрите жирненькие сочненькие горькошечку возьму на засолку меня мало соленичков в этом году осенью на червивая червивая горькошка вот что обычно без проблем в этом году солениками какая-то засада шляпа можно сказать лисички вижу вот пошла полоса грибов у меня плакать нечего все зашибительно суховато конечно лисичка но она чистая красивая сейчас муха торвать он красота какая неожиданная неожиданная приятность и вот когда было очень много боровиков как-то к ним относились так подумаешь там чуть больше уже не хочу чуть губка начинает желтеть не хочу здесь радовалась ему как родному гостю которым не видела 180 лет как мои подруги которые на камчатке живет как будто бы она приехала виделись мы с ней до ковида только и сколько было радости мы с ней тоже ездили по нашим лесам она наслаждалась вспоминала радовалась радовалась она нашему лесу у них таких лесов нет где куда можно выходить там страшно медведи ходят как у себя дома но у нас спокойно можно ходить гулять это очень классно цените люди то что есть у вас по минимуму только понимаешь когда чего-то потеряешь лишишься еще радоваться сейчас пока это все есть я не гитирую просто так мысли слов болталка у меня получилось не грибалка а болталка ой что-то такое а что это такое вот надо болтать идти что это такое вроде как и боровичок ой старенький его наверное зверек или он сам упал или его наверное зверек выковырял он уже даже высох после того как упал просто его кто-то зацепил и он засох на своем родном месте вот какие бывают беляшки колясик мы опять ходит по лесу собирает мусор бутылки удивляется каждый приезд говорит вроде я тут уже убирал опять они бутылки на этом же месте на въезде с трассы люди останавливаются на машине заезжают и выкидывают все ненужное это ужасно мы так наверное будем всегда жить пока что-то не изменим в себе она может закончиться чистота красота пока потребительские привычки будут у нас приоритете сложно что-то будет изменить никто не виноват я не агитирую ездить собирать мусор хотя это тоже было бы неплохо но было бы идеально если каждый за собой просто не выкидывал ничего забирал то что привез и не нужно было бы не было бы мусора кто это привозит люди не животные же люди хотя людьми их назвать можно привозят бросают да каждый раз я начинаю ворчать что такое как только где позитив вот сказала нету зверушек уже волосиного пса в меня впилась не буду болталка у нас сегодня на позитиве я в лесу выходной день счастливая спасибо мужу что меня вывез спасибо лесу что радует меня грибочками красивыми всем спасибо не сказка смотрите какая тут штучка штучка тут какая ежевичные какие-то цветочки какие они кружевные все но это из-за того что сухо обычные живовики они кругленькие края у них форма ровная здесь они развернулись рассохлись цветами вот какая прелесть тут вот мне спасибо праздник тоненькая правда нога светленькая шляпка как его выковырять из панциря кто-то его тут слизеньку сейчас домой быстро мы тебя отправим цвет да на камере такой даже ярче в жизни бледненько оранжевый больше таракотовый такой да а тут он какой вот получается на камере ярко-оранжевый да галькушки надо бы конечно пособирать но их очень мало но это чисто это наверно уже червивая сухая нет не хочу на соленечков разбавить еще горькошка хоть горькошек набрать немножко соленечки разбавить я уже предыдущем видео говорила что насолила белые подосиновики ой ой не зря за горькошка повернулась еще один красавчик закопался закопался красотулька красотулька ой он старенький ой как грустно заболтала вас совсем я вот иду и думаю чем плохо изобилие грибов когда очень много грибов мы их не ценим у нас пропадает дух охоты сама прелесть всегда походов за грибами была в том чтобы найти откопать этот один ценный боровичок ты увидел ты радуешься как младенец игрушкам новым или вкусняшкам каким-то а здесь все белый белый ну и много ну и ладно а здесь я хожу хожу смотрю смотрю много много нужно пройти чтоб один грибочек найти круто прелесть поэтому грибной охоты называли всегда походы в лес за грибами потому что не всегда удача к вам поворачивается не всегда есть возможность вернуться с большим количеством грибов вот еще один подосиновик думаю паутину обойдем что это давай нет семена семенович опять тут желаемые за 10 на может и подосиновик просто ну да подосиновик просто старый надо же какой вот и мошка появилась потеплела время часов наверно 8 уже а грибов у меня вот как то так ну даже если я уже больше вообще ничего не найду я уже очень довольна какой-то грибок ой какой интересный какой грибочек то это все солнышко так делает грибочек мы такой знаем он как раз трескался от солнца интересно прям почти как каркелюр вот эта красота вот она мечта поэта такой вырос большой что не удержалась нога и его выковырила из панциря смотрите какой огромный огромный просто наверное наверное червилый нет вывалился выковырился нога чистейшая для тех кто хочет грибочков мясо он крепенький режется так крепко только что большой очень чистый смотрите такой большой подосиновик и чистый жаль что большой очень очень жаль да здесь большие подосиновики в этом лесу или в этом месте подосиновики большущие красивые вон какой оранжевый потресканный а нога крепкая сам конечно старый уже подсох но ножка крепкая можно ножку взять наверное на сушку ножка чистейшая шляпка тоже наверное чистая но старый он очень даже тот предыдущий не был такой да шляпка тоже чистая они вот как то как сказать загадка для меня почему большие такие такие чистые и маленькие подосиновики ну ладно сейчас уже прохладнее стало а раньше то летом жара белые все подосиновики не вкусные они что ли я сомневаюсь вкусные подосиновики для червей не вкусные может быть что то я не знаю приехали на полянку беломуши вообще нет ничего три горькошки ни белых ни подосиновиков ни лисичек вот наша полянка на которую мы все лето собирали белые ну нет и нет покажу вам красивый лес красивый лес покажу и все что future Шишки какие здесь большие. Прямо как кедровые. Вон какая большая шишка. Красивая. Я всю не оставляю надежду найти груздей. Приехали в такой лес, где они должны быть и где они были летом. Что-то тут. Слуха наверное нет. Очень много в этом году вот таких крепких, древесных. Ой, подберезовики наверное. Я думаю вряд ли это подосиновики. Да, подберезовички. Брать не брать. Все равно беру на отдачу. Вон еще один. Какие красивые мухоморы. Помашите людям ручкой. Сколько подберезовиков там. Все в подберезовиках. Еще один. Собирать не собирать. Не знаю. Чистые. Соберу. Нет, выкинут люди. Все в подберезовиках. Надо же. Думала, что они тут не растут. Они здесь растут. Даже интересно. Масленок. Такая длинная нога. Быть не может. Да, так вырос масленок. Еще такой же высокий. Не буду резать. Вот стоит. Но нога такая, как подберезовик. Они же обычно внизу там где-то копошатся. А тут прямо маслята выросли. На тонких ножках. Ну, здесь еловник и сосновник. Это мы перешли на другую сторону дороги. В поисках соленечков. Но что-то их не видно. Хотя в таком лесу должны быть теоретические опятки. Где вот опятки в ромбе? Самый лес для опят. Куча поваленных деревьев и такая влажная атмосфера. И пахнет-то такой сыростью. Вот буквально, я не знаю сколько, 500 метров, совсем другой лес. Совсем другой. Где грозди мои? Говорите быстро. Ну, здесь новые осиновые и березовые повалили. Осина сама повалилась, такая огромная. Огромная вон какая она. Нет ей конца громадина. Вывернутые корни, наверное, был ураган. Не полезу через осину, но препятствие это обойдем. Не пойдем через него. И здесь все завалено. Здесь все старое, уже сухое. А эта осина, она громадная. Какая она упала. Да, листья еще зеленые. Упала недавно, не в начале лета. Огромаднейшая просто. Огромадная. Такой осины большой, толстый. Никогда, наверное, и не видела. И высокая, и толстая. Она там в диаметре больше 50 сантиметров в начале. Вот это чудеса. Да, сегодня лес удивляет не грибами, а какими-то другими интересными вещами мох. Мы с вами видели красивый, интересный. Похоже на кораллы Красного моря. Теперь осина такая огромная упавшая. Ну, вот осины кругом. Ну, должны же быть под осюшки в этих осенниках. Должны быть, но они пахнут. Они под осиновичками. Какой-то грибок вижу. Не знаю, что это за грибок. А колпак, наверное, большой. Я думаю, что колпак. Или нет, маховик. Как он гномиком шляпка. Маховик. Он червевый, конечно, сухо очень. Очень сухо. А это тут кто спрятаться. Поганочки такие замаскировались. Под беленьких. Под беляшиков. Вот еще маховичок. Ну, тоже, наверное, червивый. Вангуйте. Да. И ванговать нечего. Какие-то грибы на лесной дорожке. Неужели опята? Опята! Ну, по центру дороги. Какие грибочки интересные. Интересная расцветка какая. Так, а здесь у меня горькушечка или гладыш. Горькушка. Брусники много еще осталось. Сколько. Вкусненькая. Может быть, зеленуха около дороги. Это совсем не зеленуха. Это бледная поганочка. Продолжение следует.